О деловых новостях давайте поговорим. Китайцы, похоже, вскоре полакомятся нашим медом. Российская и Поднебесная компании подписали соглашение о поставке в КНР 100 тонн лакомства в год. Контракт заключили на полях первого российско-китайского форума по развитию трансграничной электронной торговли. Ожидается, что высококачественный мед будет поставляться из Алтая прямо в Китай. Как казалось, к заключению соглашения стороны готовились 10 лет. Реализовать задумку удалось только после снижения стоимости рубля. Ну и сейчас на прямую связь со студией Live выходит первый зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Коргинов. Сергей Генрихович, приветствую вас. Получается в скопе, что не только зерно, возможно воду, но еще и мед мы будем отправлять в Китай. Какие дивиденды для нашей страны это сулит? Это не последний продукт, который мы можем экспортировать за пределы Российской Федерации, я имею в виду из продовольствия. Плюсы, конечно же, они огромные, но это очень маленькая капля. Ведь надо понимать, что Китай на сегодня сам является мощнейшим мировым экспортером. И по производству меда это страна номер один. В принципе, в Китае производится порядка 300 тысяч тонн меда. На втором месте, по-моему, если мне не изменяет память, там идет США, она производит половину, там 150 тысяч тонн меда. И Россия где-то в конце этого списка, то есть у нас, к сожалению, при огромных возможностях, огромнейших возможностях, мы производим очень и очень мало этого продукта. И потребление то же самое. Если Европа потребляет где-то на душу населения порядка 4-4,5 килограммов, то в России мы в год где-то килограмма полтора, даже меньше зачастую, потребляем этого продукта. Хотя потенциал наш настолько велик. У нас 3000 медоносных растений. 3000. Порядка 200 видов меда производится на территории России. Потенциал производства этого продукта до миллиона тонн в год. То есть мы в три раза можем обогнать китайцев. Китай сегодня уже ставит себе планы 500 тысяч в год, там в ближайшее время выйти на эту перспективу. Но, к сожалению, там буквально последние проверки зафиксировали очень массовую подделку меда. То есть добавляют антибиотики, которые позволяют недозревший мед переводить в более качественно, с виду состояние только. Но, к большому сожалению, этот мед не только некачественный, но он может и вредить здоровью. То есть 7 подделок из 10 позиций. Вот выявила проверка в Китае. Поэтому китайский, русский, российский мед, он рассматривается в Китае как экологически чистейший продукт. И начинает пользоваться спросом. Даже вот мои друзья, знакомые, заметили его на прилавках интернет-магазина. Там Таобао у них есть магазин. Продают российский мед. И он в первую очередь приобретается китайцам. Китайцы едят меда вообще очень мало. То есть рынок потенциально очень огромный. У них 50 граммов на человека в год выходит. Представляете? То есть Европа 4 килограмма, китайцы 50 грамм. То есть рост возможных поставок туда уникально велик. И России надо этим пользоваться. Необходимо мощнейшая поддержка. Да, будет постепенно приучать наших восточных, скажем так, собратьев к этому прекрасному лагу. Огромное спасибо. На прямой связи со студией был первый зампредседатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Крыгинов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова